Более 40 ребят участвуют в экологической акции «Сделай Севастополь чистым», которая продлится целый месяц. Многие из них уже не первый раз участвуют в озеленении города. Организаторы отмечают, в прошлом году к акции присоединились более 5000 обучающихся. Мы даем старт этой акции, в которой будут различные номинации. Номинация «Уют, красоту школьному двору» посвящена будет наведению порядка непосредственно на территориях образовательных организаций, а также уход за памятниками, которые закреплены за образовательными организациями. Самая главная задача участников акции – поддерживать чистоту и порядок. Но ребят ждут и другие конкурсы, о которых организаторы расскажут дополнительно. Представитель Севприроднадзора подчеркнул, что участие в акции детей очень важно, ведь именно от них зависит, будет ли наш город зеленым и ухоженным. Кстати, по его словам, Севастополь лидирует по площади особо охраняемых природных территорий среди других регионов России. Если ребенку дать посадить дерево, он за ним будет ухаживать, то, я думаю, он в дальнейшей своей жизни никогда не сможет нанести вред зеленым насаждениям. А осенью потом мы проведем конкурс, у кого больше саженцев будет развиваться, соответственно, те и станут победителями этой акции. В этом году впервые к городской акции присоединили севастопольские детские сады. Малыши с радостью получили саженцы кипариса и семена цветов. Ребята признаются, что уже придумали, где будет расти молодое деревце. Мы посадим возле веранды, на улице. Там много места, чтобы его посадить. А что нужно делать, чтобы за деревом ухаживать, скажи? Надо его поливать, если земелька стала сухой. А почему нужно поливать? Потому что, если не поливать, он тогда просто завянет и не будет больше цветения. Акция «Сделай Севастополь чистым» продлится до 21 апреля. Дарья Юхновская, Павел Красиков, Севинфобюро.